Я шлю свои кинематографические приветы всем тем, кто по-настоящему любит наше кино. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Давайте же начнем. Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля отскочила. Броневой, подумал Штирлиц. Этого забавного анекдота, конечно, не было бы, если бы Леонид Броневой не сыграл в фильме 17 мгновений весны как раз-таки Мюллера. Сделал это он, когда ему было 45 лет. После этого к нему пришла всенародная слава. И с тех пор Леонид Сергеевич снимался только в самых лучших отечественных фильмах. Я не зря вам рассказал эту историю, потому что сегодня наша программа посвящена 95-летию со дня рождения этого прекрасного актера. Дамы и господа, вы присутствуете на шоу «Игра в кино». Давайте-ка на удачу. Свет, камера, мотор. Поехали! В роли первого игрока Юлия Шишкова, учитель начальных классов из Москвы. Юль, вопрос очень простой. Скажите мне, пожалуйста, какой ваш любимый фильм с Леонидом Броневым? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мой любимый фильм с Леонидом Броневым – это «Покровские ворота». И, конечно же, знаменитые цитаты из этого фильма. Одна из них пригодилась мне однажды. Я учитель, заканчиваю вести урок и понимаю, что мы еще не записали домашнее задание. И тут дети спрашивают, а домашнее задание будет? На что я им, конечно, отвечаю. Знаменитую фразу. Заметьте, не я это предложила. Прекрасная история. Юле пожелаем удачи сегодня. Она и пригодится, конечно же. В роли второго игрока Сергей Замьялов, ведущий мероприятий из Ставрополя. Я бы даже сказал, ведущий праздников. Сергей, знаю, что вы как-то очень к месту процитировали Леонида Броневого. Было такое, Сергей. Дело было в одном из итальянских ресторанов. Мы сидели с друзьями. И вдруг рядом с нашим столиком садится красивая, шикарная дама в такой шляпе. Ну, и начинает делать заказ. Мы это все, естественно, слышим. Она делает заказ и в финале своего заказа говорит «И чай с мятой». Ну, вот тут же вспомнилась фраза, известная, знаменитая фраза Леонида Броневого из фильма «Формула любви». И я такой, ну, не смог себя сдержать, тут же выдал. Я говорю, ну, откуда в Италии мята? Видел я ту Италию на карте «Сапог с сапогом». Вот и все. Прекрасный Сережа повеселил нас. Давайте ему тоже удачи пожелаем сегодня. В роли третьего игрока Елена Гончарова, провизор из Курска. Лена, скажите мне, пожалуйста, какая роль Леонида Сергеевича вам больше других запомнилась? Мне запомнилось больше других его роль в фильме «17 мгновений весны» роль Мюллера. Замечательная дуэль была между нашим разведчиком и разведчиком вражеской стороны. Мы все переживали за нашего, но с каким удовольствием мы смотрели на игру Броневого в роли Мюллера. Это что-то шедевральное. Согласен с вами полностью. Посмотрите, какие у меня сегодня в студии симпатичные игроки. Улыбчивые, веселые и, я уверен, просто переполненные кинознаниями. Поехали! Первый раунд! Наши авторы, когда сочиняют вопросы для первого раунда, пытаются это делать так, чтобы они не были слишком сложными. Усложнение идет по мере, так сказать, развития программы. Так вот, в первом раунде они самые простые, но правильный ответ принесет 2000 рублей. В конце первого раунда к нам в студию заглянет зигзаг. Удачи ненадолго, но шороху он тут наведет капитального, уверяю вас. Сегодня наша программа посвящена 95-летию со дня рождения Леонида Броневого. Поэтому в каждом раунде будут вопросы, посвященные его творчеству, его фильмам. Ну что, давайте начнем. Первый раунд, первый вопрос. 17 мгновений весны. Кто и кого просил остаться в знаменитой сцене фильма? Сергей. Мюллер, а вас Штирлиц, я прошу остаться. Мюллер, Штирлиц, правильно. Сергей, 2000 у вас. Штирлиц. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Да, и тут, и тут конец серии, и вся страна просто замирает. Неужели рассекретили Штирлица? Фильм «Вокзал» для двоих Эльдара Рязанова. Кем работала героиня Людмила Гурченко? Юля, прошу вас. Официантка. Это правильно, в привокзальном ресторане. Юля зарабатывает 2000 рублей. Приятного аппетита. Это я, по-вашей милости, здесь торчу. Чтобы ваш ресторан сгорел вместе с вашей станцией и вашей курицей. Кавказская пленница или новое приключение Шурика? Что в фильме в гневе называли пылесосом? Юля снова. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Так все-таки что же? Автомобиль. Правильно, Юля, автомобиль. И 2000 снова у вас. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Ну не отчаивайтесь. Прекрасные такие детали, мелочи. Все-таки Леонид Гайдай умел работать с актерами. Давайте продолжим. А Винни-Пух идет в гости, мультфильм. А по мнению кролика, сколько нужно ждать, чтобы Винни-Пух похудел? Сережа. Неделю. Неделю, прав, Сергей, как минимум. Не меньше. Не меньше недели. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. И долго ждать. Неделю. Сколько? Неделю, не меньше. А-а-а, прекрасно. Давайте продолжим. В каком фильме звучит песня «Каким ты был, таким остался»? Лена. Кубанские казаки. Прекрасно, Лена, включилась в нашу игру, заработанную для 1000 рублей. Таким ты был, таким остался, орёл степень, да закликал. Это был последний вопрос, который я успел задать в первом раунде. Елена расшифровала мою загадку. Сейчас Елена сыграет со мной в русскую народную кинорулетку. Со мной и с зигзагом удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, это такое, такое казино. В казино ставят на чёрное или на красное. То есть 50 на 50 процент успеха. У нас, вот видите, здесь красное и жёлтое сегодня. За одной линзой плюс 2000 рублей, за другой минус 2000 рублей. 50 на 50. Итак, какую линзу выберете? Давайте, наверное, красную. Красную? Да. Меня этот цвет как-то бодрит. Бодрит вас красный? Красный меня бодрит. А жёлтое я никогда не пробовала. Давайте откроем красную линзу. Плюс 2000. Под жёлтый минус. Ну что, Лен, для того, чтобы у вас стало денег больше, у кого-то из соперников должно стать меньше. Такой закон социально-экономический в нашей программе работает. Если где-то денег становится больше, значит, где-то их должно стать меньше. Четыре у Сергея. Четыре у Юлии. Вот, видите, одинаковые цифры. Сергей. Да. Найдите ключ к сердцу Елены. Объясните, что деньги у вас забирать не надо. Елена. Наверное, я не буду искать ключик. Если хотите, забирайте. Пожалеете в конце программы. Пожалеете. Юль, мне кажется, Сергей уже уступил вам, да, деньги? Я бы сказала так. А у вас деньги, я попрошу остаться. А-а-а, прекрасно, прекрасно. Это красиво. Это было красиво. Так, Лен, ну, надо решить, у кого забирайте деньги. У Сергея четыре, у Юлии четыре. У кого? Вы знаете, наверное, воспользуюсь щедростью Сергея. Он сегодня дает мне карт-бланш. Я этим воспользуюсь. Ну, вы же любите красный карт-бланш. Да. Да, давайте посмотрим, как деньги с отчетом Сергея перейдут. Насчет Елены. Эники, Беники, Шаранды, Баранды. Четыре у Елены, две у Сергея, четыре у Юлии. И мы идем во второй раунд. Это шоу «Игра» в кино на телеканале «Мир». Давайте напомню, кто ко мне сегодня пришел. Елена, провизор. Сергей, ведущий праздников. Юлия, учитель начальных классов. Сегодня наша передача посвящена 95-летию со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого, прекрасного нашего актера. Поэтому в каждом раунде будут вопросы, посвященные его творчеству. Смотрите, второй раунд – это такой, знаете, такой поход в кинотеатр. Поход в кинотеатр нашей программы «Игра в кино». У нас такой особый кинотеатр. У нас показывают фильмы не целиком, только фрагменты. И причем, если вы угадываете, из каких фильмов мы взяли эти фрагменты, еще и деньги платят. Представляете? То есть вы за билет не платите, еще вам приплачивают за то, что вы смотрите. Хронометраж каждого отрывка – ровно 30 секунд. Даете правильный ответ. В первые 10 секунд зарабатываете 3000 рублей, во вторые 10 секунд – 2, и в последние 10 секунд – ваша 1000 рублей. Зигзаг. Удача сейчас переодевается, готовится к своему второму выходу. И скоро он здесь, конечно, появится. И поразит нас своей красотой и импозантностью. Итак, я молчу. Говорите только вы. Первый фрагмент. Будьте добры, дайте пленочку нам, пожалуйста. Юля. Тот самый Мюнхгаузен. Это правильный ответ. 3000 у вас. Пленных не брать. Господа офицеры! Сверим часы. Сколько сейчас? 15.00. 15 с четвертью! А точнее? Плюс 22. Да, сейчас начнется война с Англией, как мы помним по сюжету этого фильма. Играем дальше. Елена. Это следствие ведут коллапки. Права Елена, 3000 у нее. Давай, 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 давай. Не то быть, как слон. Слон, слон. Знаете, коллега, а ведь эти дырки... Следы ног слона. Ну, а это выхватили, шеф. Разве наши слоны уже летают? Значит, летают. Да, узнали вы этот голос прекрасный, сурового и прозорливого шефа. В этом мульчике озвучил Леонид Сергеевич Броневой. Давайте продолжим. Я все думаю об этой проклятой... Сергей, полосатый рейс. Прав, Сергей, 3000 у него. Об этой проклятой... Где же нам ее искать, а? Искать ее больше не нужно. Я ее... поймал. И... кинул за борт. Да, да. Согласно вашему приказу. Ну, вы железный человек. Я, наверное, не смог бы. Что это? Это... разбитое зеркало. Что-то мне показалось, будто у меня какое-то странное... странное выражение лица, и будто я... будто я не брит. Это прекрасный актер Алексей Грибов. Он, кстати, сыграл важную роль в судьбе Леонида Броневого. Он первый, так сказать, обнаружил его талант, можно сказать, восхитился им и рекомендовал Леонида Сергеевича сразу на третий курс школы-студии МХАТ. Вот. Кому мы обязаны, наверное, появлением Леонида Броневого на экранах? Алексею Грибову. Продолжим. Современная семья, вообще семья подвержена многим недугам. Усталость друг от друга. Юля. Любовь, морковь. Согласен. Три тысячи у вас. Любовь, морковь. Усталость друг от друга. Расхождение во взглядах, вкусах, обиды, стрессы. Это хорошо, что вы все перечислили. Что дальше? Дальше начинается самое трудное. Чем ближе человек, чем дольше ты живешь с ним, тем меньше начинаешь его понимать. А что, непонятно, да, что нужно каждой женщине? Деньги. Внимание, жлоб. Это был последний сюжет, который мы разгадывали вместе с моими игроками во втором раунде. И сделала это Юлия. И сейчас Юлия встретится с Зигзагом. Удачи! Один пакет с попкорном белозеленый, другой черно-белый. В одном плюс три тысячи, а в другом минус три тысячи. Юля, что-то надо выбрать. Я так думаю. Пусть будет белозеленый. Белозеленый пакет выбирает Юлия. Давайте попросим пакет повернуться. Разверните нам белозеленый пакет, пожалуйста. Прошу вас. Плюс три тысячи. Прекрасно. Черно-белый пакет принес бы минус. Ну что, Юля, у кого-то надо забрать три тысячи. У Елены, да. У Елены семь, у Сергея пять. Вот такая дилемма. Я, пожалуй, заберу у Елены. У Елены. Давайте посмотрим, как это произойдет. Давайте посмотрим, как свершится кинотранзакция. Перевод денег с одного счета на другой. У Елены четыре, у Сергея пять. Юля, ребята, вырвалась вперед. Серьезно, у нее 13 тысяч рублей. В третьем раунде вы должны ее догнать. Туда и отправляемся. Это шоу «Игра в кино». И у нас начинается третий раунд. Напоминаю, наша программа сегодня посвящена 95-летию со дня рождения Леонида Броневого. Поэтому в каждом раунде будут вопросы, посвященные его творчеству. Итак, третий раунд. Я показываю фрагмент, потом останавливаю, потом задаю вопрос по поводу увиденного. Даю три варианта ответа. Один правильный. С первого раза отвечаете три тысячи, со второго две, и с третьего раза ваша тысяча рублей. В этом раунде нужно обязательно дослушивать до конца и мой вопрос, и все три варианта ответа. А когда третий раунд завершится, мы устроим веселую забаву прямо здесь, в студии, которая называется кинолотерея. Первый фрагмент из фильма «Формула любви». Да, это от души. Замечательно. Достойное восхищение. Что доктор сейчас предложит графу Калиостро? Написать завещание, принять к осторке, съесть еще и тарелку. Лена. Съесть еще и тарелку. Согласен. Три тысячи у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но лучше бы так, за обедом на десерте острый предмет, замечательно. За это вам наша искренняя и сердечная благодарность. Ну, если, конечно, кроме железных предметов еще и фарфор можете употребить, тогда простых слов нет. Благодарю, сударь. Я уже сыт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прекрасный, прекрасный фильм Марка Захарова. Кстати, Леонид Сергеевич Броневой до самых своих последних дней служил в его театре, в Ленкоме, его все там безумно любили. Ну, а как по-другому? Такой прекрасный, чудесный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Что случилось на участке Конроя? Его отравили, у него нашли нефть, у него нашли запасы Рома. Сергей. У него нашли нефть. Нефть. Прав, Сергей. На участке. Молодец, Сергей. Тритысячи. Не может быть. Это миллионы долларов. Это нефть. И она моя. И ты мне в этом поможешь, Жюли? Этот прекрасный приключенческий фильм снят по мотивам калифорнийских рассказов Бретта Гарта. Мультфильм Тичка Тарри. Ой, как больно. Ведь ему больно. Он плачет. Подумаешь, плачет. Сам виноват. Никогда не чистит зубы. Брал бы с нас пример. Да. Брал бы с нас пример. Вот уж попугай. Что мешает крокодилу чистить зубы? Он ответит, что лень, отсутствие щетки, средней жесткости, маленькие лапки. Юля. У него слишком маленькие лапки. Согласен. С вами полностью правильный ответ. Маленькие лапки у него. Как же я могу чистить зубы, когда у меня такие коротенькие лапки? Вот если бы мне кто-нибудь почистил зубы, а? Нет, спасибо. Дураков нет. Дураков нет. Да. И тут, как мы помним, птичка Тарри-то как раз и помогла крокодилу и стала его, так сказать, не зубным врачом. Нет, скорее даже зубной щеткой. Российский фильм «Чемпион мира». Что это? Что делает гроссмейстер Корчной? Чистит. Ах, Юля, фальстарт, фальстарт. Я понимаю, что у вас очень много денег, хочется еще, еще. Не хочется кричать «Довольно, золотая антилопа». Вот. Но правило есть правило. Итак, что же делает гроссмейстер Корчной? Чистит ауру, измеряет интеллект соперника, измеряет радиацию. Лен. Измеряет радиацию. Это абсолютно правильный ответ. Конечно, измеряет радиацию. Что это? Счетчик Гейгера для измерения радиации. Судья, пока что уровень радиации допустима. Но я хочу, чтобы все в этом зале знали, советские способны на все. Запомните. Я говорил у него трюков, как у привокзального шулера. Это был последний сюжет, который мы разгадывали вместе с моими игроками в третьем раунде. Сделала это Елена. Сейчас Елена, наверное, сыграет со мной в кинолотерею. Вот они, эти симпатичные ребята. Персонажи фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ипполит Лукашин и учительница Надя. Смотрите. Там, за этими картинками, спрятаны деньги со знаком плюс и со знаком минус. В диапазоне от минус пяти тысяч до плюс пяти тысяч. У вас, Лен, десять тысяч рублей. Вы идете на втором месте. Меньше у Сергея, у него восемь. Больше у Юлии, у нее шестнадцать. Вы можете отказаться от игры со мной в кинолотерею, сказать, все, десятка хороших деньги. На этот момент они меня устраивают. Впереди еще четвертый раунд. Еще, еще заработаю и попаду в финал без треволнений. Есть другой вариант. Согласиться со мной играть, а вот тут возможны, так сказать, ну, два пути, что ли. Первый. Вы открываете сумму со знаком минус. Допустим, я забираю у вас эти деньги, кладу в свой личный фонд и не отдаю их ни Сергею, ни Юлии, не усиливаю конкурентов. Если же открываете сумму со знаком плюс, я вам выдаю эти деньги из собственного фонда, вот, и вы не отбираете их ни у Сергея, ни у Юлии. Таким образом увеличивается не только ваша сумма, но и весь призовой фонд. То есть победитель денег получит больше. Сережа, что посоветуете Елене? Играть со мной или не воздержаться? Я бы посоветовал сыграть все-таки. А вы, Юля? Я думаю, что обязательно играть. За этим мы пришли. Лен, что скажете? А вот я, пожалуй, воздержусь все-таки. И, возможно, это правильно. Возможно, это правильно. Сейчас, а мы сейчас это проверим. Правильно вы сделали или нет? Вот если бы вы играли, допустим, какую карточку вы бы открыли? Если бы я играла, я бы, пожалуй, наверное, открыла карточку с Эпполитом. С Эпполитом. Вот давайте мы сейчас и посмотрим, что под ней. А, ну, в общем, то на то и вышло. Да, да. Чтобы Лукашин, Лукашин, что бы предложил Елене? Давайте посмотрим. Ну, понятно, тут минус две тысячи, тут по-другому и не думал, что так, что это может быть. Ну, а вот, вот положительная героиня. Положительная героиня плюс пять тысяч рублей бы Лене подарила. В общем, деньги Елена свои сохранила, и это неплохо. Давайте посмотрим, сколько у кого? У Лены как раз десять, у Сергея восемь, у Юли шестнадцать. И мы стремительно отправляемся в четвёртый раунд. Уважаемые друзья, вы продолжаете смотреть шоу «Игра в кино» на телеканале «Мир». Давайте же я напомню, кто к нам сегодня приехал. Елена из Курска, Сергей из Ставрополь и Юлия из Москвы. Сегодня наша программа посвящена 95-летию со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого, прекрасного актёра. Вы знаете, он был чрезвычайно музыкальным человеком. Он играл на скрипке, на рояле, на аккордеоне, знал много песен и любил их петь. Поэтому мы решили, что у нас сегодня четвёртый раунд будет называться «Очки 1Д», где у нас звучит как раз-таки много музыки. Вот они, очки 1Д, перед вами абсолютно непрозрачные. Когда вы их наденете, у вас будет работать только одно чувство, а именно слух. И вот по слуху вы должны угадать, фрагменты из каких фильмов мы смотрим на этом экране. Цена правильная ответа — 4 тысячи рублей. Это меняет дело, согласитесь. Есть за что посражаться. Надевайте очки, пожалуйста. Смотрите прямо перед собой первый фрагмент. Взял Ромео для Джульетты В магазине две котлеты Съели оба те котлеты Сергей Покровские ворота Конечно Съели оба те котлеты Нет Ромео, нет Джульетты Да, это куплеты Велюрова и Соева мы видели, да, автора этих самых куплетов в исполнении Евгения Боргунова. И следующий фрагмент Юлия Мультфильм про Мышонка и он исполнял песенку «Какой чудесный день» Песенка Мышонка, да, принимается! Прекрасно! Какой чудесный день Какой чудесный пень Какой чудесный я И песенка моя Я-я-я-я-я Все поешь Делом займись Ихи-хи-хи-хи Да По мнению такого вот сурового ежика советского Игра на гитаре и пение это не дело Ну Может с ним поспорить наверное Слушаем следующий фрагмент На этот раз Елена Пробует Волга-Волга Волга-Волга Да, согласен 4 тысячи у вас Волга-Волга Ну что, смотри какая у нас интересная ситуация в студии У Елены 14 тысяч рублей У Сергея 12 тысяч рублей и у Юлии 20 тысяч рублей Ну Юлия уже практически в финале А вот Елена и Сергей сейчас поборются за второе место потому что у нас остался один сюжет Непростой будет следующий вопрос Итак, покажите нам его, пожалуйста Ну-ка, Лена Мне кажется, аритмия фильм И это Правильный ответ Это фильм Аритмия Ну что ж, давайте подводить итоги Елена 18 тысяч рублей Сергей 12 тысяч рублей Юлия 20 тысяч рублей Сегодня, дамы и господа у нас женский финал Серёж, спасибо вам огромное что к нам приехали из Ставрополя Нашли время Чуть-чуть вам сегодня не повезло В следующий раз мы вас позовём и вы возьмёте реванш Договорились? Договорились Всё, будем вам звонить Всего доброго Пока, Серёжа Удачи огромной Отправляемся в финал Я вам сейчас покажу подряд 16 фрагментов из известных фильмов Их нужно узнать Запомнить Потом по очереди Назвать Проиграет тот Кто не сможет вспомнить очередной фильм А его соперница в данном случае победит и заберёт все деньги которые вы так упорно собирали всю игру Итак, смотрите У вас очень ровные результаты но всё-таки у Юлии денег больше У неё 20 против 18 у Елены Юль, смотрите Вы провели игру лучше Заработали больше денег и заработали автоматически Ещё дополнительный бонус Очень полезный Если вдруг какой-то момент вы понимаете что ничего не можете вспомнить вы говорите фразу «Я беру бонус» пропускайте ход и Елена будет назвать два фильма подряд Одна из самых ярких и любимых нами ролей Леонида Броневого это, конечно же доктор из фильма «Формула любви» Поэтому сегодня мы наш такой вот видеоклип импровизированный назвали «Кинодоктора» Смотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Оу, знакомое лицо Кто? Это же доктор А, доктор Добрый день Как дела? А вы доктор Ватсон Но какой же он доктор? Вы же называете доктором? Правильно называем он и есть доктор Только физико-математических наук Во-первых, я доктор наук Потом мои труды по орнитологии переведены на французский А вы какой доктор? Врач Детский врач Педиатр Доктор Джарвис Специалист как раз по этому делу Там-то и дело доктора Это самонеры Нет, не беспокойтесь Я вас не задержу Я очень хороший доктор Вы доктор Гаспар Орнер Я всегда хожу пешком домой по совету доктора Пришлось вызвать доктора и вложить ее в постель Извините, доктор Что я просто потревожил вас? Ничего Ни один доктор все объяснил Ну, что говорит доктор? Коли доктор сыт, так и больному легче Ну что, вперед, наверное, да? Юль, вы лидер, вам начинать Обыкновенное чудо Ну, что говорит доктор? Принято, дальше Формула любви Коли доктор сыт, так и больному легче Верно Три плюс два Правильно называемый он и есть, доктор Только физико-математических наук Прекрасно Собака Баскервилий А вы доктор Ватсон Да, Шерлок Омсен, доктор Ватсон Собака Баскервилий Засчитано Идем дальше Необыкновенные приключения итальянцев в России Кто? Это же доктор А, доктор, добрый день, как дела? Прекрасно Целиком, полностью, правильно, засчитано Лена, вы? Айболит, 66 Там-то и дело, доктор! Это самонеры Великолепно Ирония судьбы или с легким паром? А вы какой доктор? Класс Джентльмены удачи Извините, доктор, что я просто не потревожил вас Ничего Есть, принято Юль, ваш кот Золотой теленок Не один доктор все объяснил Золотой теленок, принято Лена, вы? Гараж Во-первых, я доктор наук Потом мои труды по орнитологии Переведены на французский Гараж, принято Юля, ваш кот Сказка о потерянном времени Нет, не беспокойтесь, я вас не задержу Я очень хороший доктор Да, Юля, принимай Лена Соломенная шляпка Пришлось вызвать доктора И вложить ее в постель Принято Соломенная шляпка Я беру бонус Юля берет бонус Итак, четыре фильма Лена, у вас будет пять секунд Чтобы вспомнить один из четырех фильмов Кинодоктора Вспоминайте Все фильмы очень известные Я понимаю, что все они известны Но вот... Четыре секунды Вспоминаем Три секунды Тут уже все вспомнили Практически, какие были Уже сложно вспомнить какой-то Две секунды Одна Ах, Лена, Лена, Лена Лена ничего не может вспомнить Время заканчивается И побеждает Юлия! Девочки, дорогие мои финалистки Четыре фильма вы не назвали Узнаем какие? Да, конечно Интересно? Отлично Очень интересно Врач Детский врач Педиатр Будьте моим мужем Конечно А вот это? Доктор Джарвис Специалист как раз по этому делу 31 июня Вы доктор Гаспар Арнель Три толстяка Три толстяка, да А это? Я всегда хожу пешком домой По совету доктора Ищите женщину Ищите женщину, конечно Лена, дорогая Спасибо, что нашли силы, время Из Курска к нам прибыли Давайте договоримся Вы тоже прекрасно сегодня играли И мы еще раз вас позовем Договорились Договорились Приедете? Обязательно приеду Все, Леночка Пока Курску привет от нас огромный Обязательно До свидания Сегодня в нашей программе Победила Юлия Шишкова Учитель начальных классов Из Москвы Ну давайте полюбопытствуем Сколько денег она заберет Прекрасная сумма Ровно 50 тысяч рублей Юля, мои поздравления Вы большая молодежь Дорогие друзья Берите пример с этой красивой женщиной Если вы так же хорошо, как она Знаете наши фильмы Срочно летите к нам Заберите наши деньги Смотрите кино, любите кино Играйте в кино вместе с нами На телеканале МИР Я Сергей Белоголовцев Это Юлия Шишкова Мы с вами прощаемся Желаем вам счастья, здоровья, удачи И, конечно же, любви Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok